Врач Врач – это не просто профессия, это призвание. Но есть отдельная категория – это врачи-педиатры, настоящие феи в белых халатах. В любое время дня и ночи они придут на помощь маленькому пациенту. Нина Чуприкова не сразу пришла к тому, что хочет стать медиком. Ее интересовали точные науки, но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Так как я училась хорошо, я очень любила физику, математику, я вообще планировала, что я стану экономистом. Но в дальнейшем, чем старше я становилась, тем мне хотелось получить такую профессию, в которой я могла бы не сидеть за цифрами, а все-таки какой-то романтизм, какая-то искренность, какой-то полет фантазии, какое-то необходимое условие для того, чтобы делать людям добро. Училась в Ставропольском медицинском институте, но недолго. Вышла замуж за военного и после распределения приехали жить во Власиху. Уже здесь Нина Павловна поступила и успешно окончила медицинский университет имени Пирогова. В области педиатрии она работает больше 35 лет. Считает, что это самая лучшая и волшебная специальность во всей медицине. Так сложилась моя жизнь, что я пришла проходить интернатуру на базе Одинцовской областной больницы. Это было в 92-м году. И я сразу попала в стационар. И стационар, вот именно педиатрия, о том, чтобы получить какую-то еще дополнительную специальность, вот на тот момент у меня не было абсолютно. Было сложно, но Нина Павловна отшучивается. Говорит, что по молодости все просто. До сих пор с теплотой в сердце вспоминает своих первых коллег, медицинских сестер. Помнит каждую. Считает, что они стали той самой отправной точкой любви к профессии и пациентам. Надо любить. Надо любить тех, кто к тебе пришел. И не обращать внимания ни на их настроение, ни на их какие-то неадекватные, может быть, не совсем адекватные состояния. Нужно любить эту профессию и нужно с любовью относиться к тому, кто к тебе пришел. И тогда все будет нормально. Недавно вспоминала случай. Поступил ребенок с тахикардией. Маленькой пациентке было всего месяц. Ее ритм сердца не восстанавливался. Решили перевести в реанимацию. Все было как в страшном сне. Время шло на секунды. В те времена очень трудно было связаться с какими-то федеральными центрами, с какими-то учреждениями, которые могли бы экстренно приехать к нам в стационар, оказать профильную консультацию. Мы вызвали доктора. Она, смотря на этого ребенка, мне говорит, ты знаешь, я не довезу этого ребенка. Я не довезу, он погибнет. Все же девочки вели необходимые препараты и создали все условия для перевозки. Я православный человек. И я маме говорю, вы знаете, его надо обязательно покрестить. Этот ребенок должен быть еще под Божьей защитой. Так сложилось, что я, так как там никого не было, я покрестила этого ребенка. И этот ребенок доехал. Прошло много лет. Девочка выросла. Сейчас ей уже 14. Нина Павловна – ее крестная мама. Она считает, что такие моменты чего-то стоят в жизни. Вы знаете, я все время говорю родителям. Когда они приходят сюда, вот очень часто приходят к нам прикрепляться, живя там где-то на Кубинке или еще что-то, мы хотим наблюдаться в этой полиплинике. Я все время им говорю, вы должны наладить контакт со своим участковым педиатром. Потому что если возникает контакт мамы и доктора, доктор всегда сможет вам помочь. Нина Павловна считает, что доверие – это главный аспект взаимоотношений. Лечить детей очень непросто. К ним нужен особый подход. Поэтому хороший педиатр – на вес золота. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».